Хаттабычу посвящается. Уже вторую или третью неделю Хаттабыча не включает телефон. Мне это тревожит. Последние звонки, которые были от него приняты, он устал, он хотел уйти. Он жил в лесу, на земле. Не было худшего события, чем когда ночью начинался дождь. Он начал пить. Опять, никто не скрывая. И вот его номер не отвечает. Посвящается Андрею Разницыну. Надеюсь, с ним все в порядке и у него заработает телефон. Если кто-то его увидит, то скажите ему, что его ищет Ярослав Старухин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каттабыч, если ты увидишь этот ролик, позвони мне, пожалуйста. Каттабыч, если ты увидишь этот ролик, позвони мне, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Каттабыч, но еще не все песни записали. Константин на Красном Октябре ждет тебя, чтобы записать твой сольный альбом. А жизнь продолжается, дорогие друзья. Если у кого-то есть варианты разыскать Каттабыча, ваше предложение, пожалуйста. Кто его последний раз видел, слышал? Он не включает телефон. Раньше он, не имея возможности подзарядить телефон, включал только для того, чтобы совершить звонок. И выключал. Но в редкие моменты, когда включал, сидя в лесу, он видел, кто ему звонил, и он перезванивал. Сейчас приходит сообщение, что абонент не активировался. Время ожидания истекает. Или есть тепло. Грустно и печально от того, что у нас есть прорывные технологии. И имея, Андрей, технологии тепла, чтобы не замерзнуть палатку, чтобы не быть промоченным дождем внезапно. Он мог бы жить в любой точке планеты, обеспечивать себя и заниматься творчеством, тем, чем он и занимался. Но ему не нужно было бы сидеть в переходе, чтобы получить копейку, чтобы можно было переехать из одного города в другой. Он жил бы в своем родовом поместье, принимал бы гостей, музыкантов и там творил. Ведь к этому же стремится человечество, философы. Или к чему-то другому. Или нужно, чтобы постоянно на экранах телевизора шли сводки, что в Украине открыли продажу вооружения. Украине? Нет.